Добрый день! Это передача КГБ, как говорит Бобров. Сегодня мы поговорим о работе арбитров в матчах 17-го тура чемпионата России, которые состоялись в субботу и воскресенье. Первая игра – Ростов-Уфа, арбитр Евгений Кукуляк. Очень странное решение. Во втором тайме он не стал удалять вратаря Ростова-Бабурина за лишение явной возможности соперника забить гол. Вратарь дернул за майку Сысуева, когда тот перекинул мяч над вратарем и собирался, в принципе, выскочить уже на пустые ворота. Защитники находились, два защитника, за его спиной. Вратарь тоже оказался за спиной. Хотя он немного под углом шел к воротам, но они были пустые, и забить гол, я думаю, не представляло сложности для него. Но, тем не менее, вратарь схватил его за майку. Ни сам арбитр Кукуляк, ни второй помощник, второй ассистент Николай Еремин с начала нарушения правил не зафиксировали. Игра продолжилась. Видеоассистенты Сергей Карасев и Дмитрий Софьян провели проверку. Решили, что судья совершил ошибку. Пригласили его посмотреть видеозапись на мониторе. Но Кукуляк оставил свое решение в силе. Бабурин продолжил игру, и штрафный удар не был назначен. Мне кажется, исходя из того, что ему показывали только повторы крупным планом, то есть он не оценивал положение Сысуева относительно вратаря и защитников, в первую очередь Кукуляк смотрел, был ли фол на его взгляд или нет, и определил, что фола не было, то есть самого нарушения правил не было. То есть, хотя захват за майку, да, он виден, но действия вратаря, по мнению судьи, не стали причиной падения игрока на газон. И тогда, соответственно, определять положение игрока УФИ относительно защитников уже не было смысла. Но подавляющее большинство тех, с кем я общался, сказали, что судья не прав, второй ассистент не прав, следовало удалить вратаря за лишение явной возможности забить гол, ну или как это еще называют, фол последней надежды, и назначить штрафный удар, потому что задержка случилась до линии штрафной площади. В еще одном эпизоде, где-то минут 8-9 раньше, до неназначения штрафного и неудаления вратаря, случился еще один эпизод. Норман в своем стиле, в принципе, проводил весь матч, играл достаточно жестко, заработал предупреждение, на 65-й минуте рукой попал в голову сопернику в борьбе в верховом единоборстве. Вот, в принципе, у судьи были все основания показать норму на вторую желтую карточку, однако он этого не сделал и даже не назначил штрафной удар. Мои собеседники из меры судейства некоторые говорили, что вот какой молодец Кукуляк, молодой арбитр, управлял хорошо игрой, но из того, что я уже сказал, видно, что это не так. Вот, еще был один момент на 57-й минуте, Ростов выполнил штрафной удар, игрок Уфы выбежал из стенки чуть ли не подбьющего, метров на 5-6 вперед, но Кукуляк, который якобы хорошо управлял игрой, не сделал ни внушения, не предложил повторить штрафной удар, перебить, потому что удар не получился у ростовщанина, не наказал игрока, который нарушил правила желтой карточки, вот так он управлял игрой. Матч «Зенит-Урал», арбитр Игорь Панин дважды без вмешательства, подчеркну, сейчас я очень часто это делаю, без вмешательства видеоассистентов, без помощи видеоарбитров, дважды в обоих таймах принял верное решение, назначив 11-метровые удары в пользу «Зенита». Сначала был фолл на «Азмуне», нападающий «Зенитовский» ушел от ноги Рыкова, но потом «Золотов» попал ему все-таки, по-моему, по левой ноге и сбил его. Был назначен первый 11-метровый удар, во втором тайме был фолл на «Малкоме», нарушение правил в штрафной площади, «Малком» не лишился явной возможности забить гол, то есть удалять свалившего игрока «Урала» не было оснований, просто нужно было назначить 11-метровый удар, что Игорь Панин правильно сделал. «Краснодар-Ротер», арбитр Алексей Матюнин, ему как раз вмешательство и помощь видеоассистента Василия Казарцева потребовалось. Странно, что не помог, конечно, судье второй ассистент Миневич, в принципе, он должен был видеть, что Кверквелия сыграл рукой, правой рукой, фактически заменив вратаря, отбил мяч, парировал удар Сулейманова. С той позиции, на которой находился Алексей Матюнин, он не мог определить, что был фолл и как сыграл защитник Миневича, в принципе, обзор никто не перекрывал, он мог помочь арбитру, но этого не сделал. Вмешались видеоассистенты, вмешался Василий Казарцев, Матюнин посмотрел видеозапись, правильно назначил 11-метровый удар и также правильно вынес Кверквелии предупреждение, хотя удар наносился по воротам, мяч летел в створ, но его вполне мог отбить вратарь, он находился в створе, то есть о лишении явной возможности забить гол речи нет. Правильное решение видеоассистентов и в итоге самого арбитра, пенальти и желтая карточка. Матч Локомотив-Рубин, судья Сергей Карасев, в последнее время он категорически отказывается обходиться без помощи видеоассистентов, полагается практически всегда на их помощь, на их решение, на их вмешательство, так было и в этой игре, он сам не увидел почему-то, что вратарь врезался в Игнатьева, в железнодорожника, попал ему рукой в голову, а коленом в корпус, явное, в принципе, основание для назначения 11-метрового удара, почему это Карасев не сделал, почему он не увидел, мне сказать сложно, произошло это только после вмешательства видеоассистентов, пенальти был правильно назначен. Еще один эпизод был, он связан с тем, что был засчитан первый гол того же Игнатьева, было зафиксировано взятие ворот Рубина, момент очень спорный, до сих пор продолжаются споры, когда вратарь Медведев выронил мяч, и Игнатьев то ли выбивал его, отправлял его в сетку, когда мяч оказался между ладонями вратаря, то ли за мгновение до туго. Насколько я оцениваю видео повтор, я вижу, что руки вратаря, обе руки, обе ладони вратаря уже находились на мяче, и в этот момент Игнатьев нанес по нему удар. Как оценивать это? Зафиксировал ли мяч? Было ли касание мяча руками? Контролировал ли вратарь мяч? Владел ли вратарь мячом? То есть здесь вот такая казуистика, как правильно понимать те или иные термины. Но, повторю, если мы ведем речь о заботе о здоровье игроков, то, в принципе, конечно, существовала вероятность того, что Игнатьев мог нанести травму вратарю Медведеву, мог попасть ему по рукам. Повторю, на мой взгляд, Медведев уже коснулся обеими ладонями мяча, значит, гол, значит, взятие ворот зафиксировано неверно. Матч «Спартак-Тамбов», арбитр Станислав Васильев, видеоассистент Виталий Мешков. Потребовалась помощь видеоарбитров, потому что сами судьи не могли определить, пересек ли мяч линию ворот Тамбова, или же Тиль успел выбить мяч до того, как он пересек ленточку. Это абсолютно задача вар, иногда, теоретически, конечно, может помочь второй ассистент или первый ассистент, если ему не перекрывают обзор игроки. Но, в принципе, конечно, это больше задача видеоарбитров. В наших соревнованиях, в российских соревнованиях, Goal Line Technology не используется, так называемая технология для определения взятия ворот. Она дорогостоящая, она в основном применяется в ведущих лигах, например, во французской. Ее используют FIFA, UEFA в своих соревнованиях на чемпионатах мира и Европы. Применяется она крайне редко, поэтому соотношение цена-качество, наверное, в принципе, здесь не то, которое позволило бы и нам устанавливать такие системы. И потом, как ни странно, она все равно дает сбои, то есть она не на 100% надежна. В той же Франции были случаи, когда система у арбитра на руке, на часах появлялось изображение, появлялось слово Goal, допустим, когда мяч не пересекал линию ворот, или наоборот, когда он пересекал, арбитр не получал никакого сигнала. То есть в любом случае, ну, даже неплохо сделанная система Goal Line Technology, она все равно дает сбои. И нам она, конечно, в таком виде не нужна. Матч с ССК Химки, арбитр Кирилл Левников. Споры небольшие возникли, правильно ли он зафиксировал взятие ворот ССК, нарушал ли правила Кухарчук, автор гола в борьбе с Щенниковым. На мой взгляд, арбитр принял верное решение, не зафиксировав фол, не назначив штрафной удар, а продолжил игру, и потом Химки забили гол. Кухарчук действительно, ну, так получилось, что Щенников чуть-чуть притормозил, и Кухарчук действительно положил руки на спину сопернику. Но он не толкнул его, он не задержал его за майку, поэтому ни о каком нарушении правил тут речи не идет. Арбитр принял верное решение. Матч «Динамо-Арсенал». Арбитр Василий Казарцев, резервный арбитр Анатолий Жапченко. Почему я упоминаю резервного? Потому что во втором тайме, где-то примерно на 80-81 минуте, когда на поле выходил «Динамо» Вицрауш, Жапченко недостаточно качественно провел осмотр игрока, не заметил, что у него цепочка осталась на шее. Это было явно видно, когда режиссер трансляции дал крупный план Рауша. Там действительно блестела, я не знаю, золотая-серебряная цепочка. Потом впоследствии арбитр это заметил и попросил его привести экипировку в порядок, но, повторю, сначала он вышел на поле с цепочкой. Такое происходит уже не первый раз, мы говорили об этом. Выскакивал на поле Деспотович, по-моему, с Гайтаном, с Крестиком. Мешков уже на поле тоже заметил. То есть резервным арбитрам нужно, наверное, сейчас больше обращать внимание на это. Почему-то игроки стали оставлять на теле, на шее запрещенные предметы. В целом, можно сказать, если не считая вот такую ошибку Кукуляка, я по-прежнему говорю, что это ошибка, и не считая споры вокруг решения Карасева засчитать гол локомотива, наверное, в целом все-таки судейство было неплохим, таких крупных, громких, больших скандалов не было. Дай бог, что так продолжалось и дальше. Осталось всего лишь два тура. Пускай наш чемпионат пройдет без скандалов, без каких-то больших, серьезных, ключевых ошибок арбитров.